За последние две недели три случая, когда в ДТП страдают пешеходы. Вообще статистика этого года в части дорожной обстановки неутешительная. Аварийность увеличилась на 25%. За восемь месяцев 2017 года на территории Нинецкого округа произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека, пострадали 34. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции в местном отделе ГИБДД. Тему продолжит Алина Ваучейская. Обстановка на дорогах и кружной столице сегодня очень напряженная. С этих слов Александр Павлинов начал встречу с журналистами. Заместитель начальника госавтоинспекции сообщил, в регионе зафиксирован рост числа ДТП, совершенных пьяными водителями. Спокойность вызывает дорожно-транспортные происшествия с участием водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По итогам восьми месяцев у нас на сегодня произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В том году их было семь, рост составил 14,3%, в которых два человека погибло. В том году также два человека погибло и здесь получили ранения. Только за август 2017-го в окружной столице были задержаны 33 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за восемь месяцев этого года зафиксировано 188 фактов управления транспортным средством лицами в нетрезвом виде. Причем 35 из них повторно, а это уже 264-я статья Уголовного кодекса. Не только лишают права управления транспортным средством на три года, да, плюс можно и лишиться свободы, то есть уехать в колонии, поселение, либо получить там более строгое наказание. На сегодняшний момент у нас уже есть случаи, что действительно людей привлекали к уголовной ответственности и лишали свободы, и получали люди реальные сроки лишения свободы. На сегодняшний день идет один процесс в плане того, что гражданам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до трех лет колонии строгого режима. То есть и такие уже случаи у нас появляются. Чтобы хоть как-то снизить количество пьяных автолюбителей на дорогах окружной столицы, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды. Самое частое и массовое спецмероприятие «Нетрезвый водитель» было проведено 42 раза. Кроме того, автомобили ДПС ежедневно и в круглосуточном режиме патрулируют улицы Наринмара и поселка Искателей. Иногда полицейским помогают и неравнодушные жители региона. К слову сказать, ориентировку на одного из недавних нарушителей порядка дали именно бдительные граждане. Хотелось бы, конечно, обратиться к гражданам о том, что от них тоже мы ожидаем поддержки, в плане того, что они могут сообщать нам на телефон дежурной части. Это, соответственно, телефон 02 и телефон 42126. О том, что если они видят, что какой-нибудь гражданин садится за руль и пытается поехать, чтобы они эту информацию передавали, и, соответственно, у нас дежурная часть оперативно будет направлять наряды в те места, где они увидели это, и чтобы пресечь данное правонарушение. Также в ходе встречи был затронут вопрос о противодействии коррупции в органах правопорядка, в частности, госавтоинспекции. Здесь Александр Павлинов заверил, за каждым сотрудником ГАИ ведется жесткий контроль. В здании ГИБДД это камеры наблюдения, в патрульных автомобилях – видеорегистраторы, а в скором времени у инспекторов дорожно-патрульной службы и вовсе появятся нательные видеокамеры, которые будут полностью отслеживать работу сотрудников с момента остановки транспортного средства и обращения к водителю до составления протокола. С 2015 года по сегодняшний день фактов получения взятки сотрудниками госавтоинспекции по Нинскому автономному округу ни разу не был выявлен. Как вы спрашиваете, какие профилактические мероприятия проводятся? Ну, тут целый ряд профилактических мероприятий. Это такие, как у нас есть соответствующая служба ГСБ, которая на постоянном контроле держит каждого сотрудника, за каждым осуществляется контроль. С целью пресечения данных фактов. Обратил внимание Александр Павлинов и на изменения в правилах дорожного движения. Так, с 12 июля этого года запрещено оставлять без присмотра ребенка, не достигшего возраста 7 лет на время стоянки, то есть не более чем на 5 минут. За нарушение данного правила водитель может получить штраф в 500 рублей. Что касается перевозки лиц, не достигших 12-летнего возраста, здесь практически все осталось без изменений. По-прежнему младенцы до года должны перевозиться исключительно в автолюльки, малыши до 7 лет в автокресле, а дети постарше до 12 лет с применением так называемых бустеров, в народе больше известных как треугольники. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.